Ну что, мы начали наше путешествие в Грецию. До Греции 1100 с хвостиком километров. Мы едем сейчас по Молдове. Утро достаточно раннее, и день сегодня после дождя такой вот немножечко хмурый, но все такое свежее, яркое. По Молдове мы должны проехать еще километров 150, потом нас ждет таможня с Румынией, и дальше Болгария, а потом Греция. Кагул. Едем по городу Кагулу. Правда, здесь мы пали на какую-то стройку, что-то реставрируют. Подъезжаем к Молдавско-Румынской таможне. Вот это город Кагул, где проводятся знаменитые фестивали лица друзей. Вот такой тут чудесный парк. Перед таможней можно оформить страховки. И вот там уже близко таможня. Молдавскую таможню прошли буквально за 10 минут. Сейчас едем на Румынскую. Заезжаем на Румынскую таможню. Ну что, мы выехали из Молдовы. И теперь прошли румынскую таможню. Въезжаем через южную часть Оанча. А теперь мы в Румынии. Здесь вот такая определенная очередь из тиров. Но не такая страшная, как она была раньше. Домики все такие уютненькие, маленькие, все зелененькое. В общем, посмотрим, что нас ждет в Румынии. Мы в Слободзее, Румыния. Мы в Бухаресте. Зашли в кафе икеевское. Грибной супчик и филе сенге. Примерно 8 евро стоит. Может, чуть меньше. Мы сейчас пересекаем мост между Румынией и Болгарией. Этот мост был построен в 52-м году. То есть длился строительство там пару лет. Вот тут вот не очень хорошо видно на Дунай. Он большой, широкий. Вот. И начиная с июля этот мост станет на реконструкцию. То есть и будет работать только одна полоса. Поэтому движение будет немножечко затруднено. Но пока нам везет, мы едем в одну, в другую сторону. Спокойно и быстро. Вот Дунай с одной стороны. И с другой стороны. Пересекание моста для легковых машин 3 евро. И вот здесь, кстати, видны башни. То есть они при входе, при въезде на мост и при выезде. И на них написано 1952 и 1954 год. Добрались до болгарской таможни. Вот встали в очередь. Что-то дочери почти не двигается. Стоим уже минут 15. На улице дождь. Выезжаем с таможни Болгарии. Примерно ушло у нас минут 40. И все, мы уже в Болгарии. Мы сейчас едем по Болгарии в сторону Великотырного. И поэтому здесь уже холмы, горы, вечер. И вот такое все зеленое. Субтитры сделал DimaTorzok Мы в Великотырного. Наконец-то добрались. 9 часов вечера. Мы в Великотырного. Очень красивый городок. Вот это наш отель. Я пройдусь по улочкам. Конечно, стемнело. Не все очень хорошо будет видно. Но... Но не снять не могу. Просто очарована этим городом, пока ехали с стрел. Вот это, допустим, базилика. А, в 1859 году она была построена. Церковь. А, в 2045 году она была построена. Но в 159 году она была построена. Дальше отельной лепестки. Невероятно красивый, уютный, трогательный городок, старинный, с оригинальными домиками, зданиями, которые реставрированы, в них открыты магазинчики, ресторанчики. Очень много людей, очень много молодежи, красиво одеты, все сидят по кафе. Сегодня пятница, я думаю, что здесь всегда так. Очень дружелюбные люди. И, конечно, узкие улочки извилистые придают великотырному особый шарм. Просто в этом городе хочется остаться на неделю. А вот я иду по одной из центральных улиц. Наш отель 30 евро, один номер, одноместный. Достаточно комфортный, все есть. Прямо возле библиотеки из Туфа. Кажется, Туфа это называется. Причем из Армении привезенного. Вот такие стенки. А великотырного раннего утра, 7 утра. Мы скоро собираемся в дорогу, но я хочу успеть поснимать еще. Субтитры сделал DimaTorzok Здесь множество магазинчиков, ресторанчиков, картины продают, что-то сделанное своими руками, вещи. Даже вот такой магазин есть. Вдоль всей улицы есть такие смотровые площадочки, красиво оформленные. С видом на другую часть великотырного, которая расположена на другой горе. Вот такое кафе. Я отыскала трюфели и гурме. Вот в баночках продают что-то из трюфелей. А ищут эти трюфели. Находят, наверное, вот такие собачки, я так понимаю. А там внизу еще один ресторанчик. Называется «Рич. Уют, спокойствие и прекрасный вид». Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Великотырного с другой стороны. Мы заехали в метро, чтобы затариться продуктами для лагеря. Дима Торзок 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 потом поедем в правую сторону мы там находимся скала принос но вы видите какая чудесная погода и такая обещает быть практически всю первую смену то есть 28 30 который будет ищаться по комфорту как 26 28 и теплое море но вот это то что ждет наших орган афтов мы прибыли в столицу тассоса город лименас такой курортный городок небольшой но очень симпатичный и сейчас едем на место нашей стоянки примерно минут 15 по этому красивому замечательному острову мы прибыли на место это кемпинг здесь будут стоять палатки туалет рядом и вот пляж и есть одно желание броситься в море после двухдневного пути и и и и и и и и и всем пока скоро я продолжу видео о нашем пребывании на острове тассос и и и и и и и и и Продолжение следует...